Так выключили, боже мой! На это не звучало. Но предлагаю перейти к теплому и вкусному чайку. За ваше здоровье! Вручай! Ну а мы продолжаем. Выходим из этой комнаты. Мы здесь все уже посмотрели. Наш не совсем уравновешенный 30-летний мужчинку продолжает изучать бункер. Ведь наша цель с вами починить. Вот, починить. Да, просто починить. Давайте перейдем в эту дверь, потому что в этой мы были с вами, в этой еще не были. Посмотрим, что там внутри. Ага! Что-то наподобие класса. Опа, а вот и фигурка. Врач присматривает за всеми ранеными солдатами. Ага, понятненько. Так, еще что-нибудь? Вот тут куча всего, давайте проверим это. Итак, допустим, удар по рейдингу составляет одну мегатонну. Что вылилось бы для нас в данный радиус? Только половина бейсингтона. Сейчас, возможно, он кажется незначительным. Но он привел к почти сотне тысяч смертей. И, вероятно, 80 тысячам раненых от взрывной волны и огненного шара, с которого все началось. Здесь преобладает северо-восточное направление ветра. Разбросы радиоактивных осадков огромен. Скорее всего, они прошли через Кембридж, Мину и Норридж, вплоть до моря. Каково же общее число жертв невообразимо? И это всего от одной бомбы. Ага. Охренеть. Смотрите, сколько было ударов, я так понимаю. Просто охренеть. Так, ладненько. Это типа как класс. Ну, на что нам как бы намекают эти стулья. Давайте посмотрим. Эм, ничего дополнительно изучить мы не можем? Нет. Хорошо. Так, какие-то записи. Дополнительное заседание Комитета Бункера 28-11-92-го. Протокол ведет о СОН. Присутствуют. К. Бишоп, Р. Картер, Ллойд, М. Эдмундс, Г. Харт, С. Коллинз. ДМ... Ну, короче, перечисление имен. А. Б. открывает заседание. К. Б. уточняет цель собрания. А. Б. показывает петицию, призывающую учредить должность офицера по морали. С 18 подписями К. Б. кажется недостаточно последовательен и четко, и четок в доведении нынешнего состояния бункера до его жителей. К. Б. заявляет, что любые важные изменения мгновенно доводятся до всеобщего сведения. На его взгляд, необходимости в новой должности нет. А. Б. упоминает два инцидента и спрашивает комиссию, было ли ее членом известно о них. А. Б. оказались только ФХ, ДМ и СК. К. Б. утверждает, что ни один из этих случаев не требует немедленного вмешательства. Нет нужды сеять панику и без того в сложной обстановке. Просит ФХ прояснить эти ситуации. ФХ соглашается с тем, что нужды в немедленном вмешательстве нет. А. Б. говорит, что отсутствие доверия к установившейся иерархии поднимает вопросы морали. Необходимо сделать действия руководства более прозрачными. К. Б. вновь ссылается на существующую иерархию и говорит, что необходимости в новой должности нет. В случае возникновения критической ситуации все будут немедленно оповещены о ней. Просит завершить завещание... Ээээ... Завещание... Просит завершить совещание, может быть. Завещание по причине наличия срочных дел. А. Б. призывает проголосовать за то, нужен ли офицер по морали. К. Б. заявляет, что результат голосования учтен не будет. Никакой демократии. Заседание закрыто. Завещание. Понятно. Вот, вот так вот. Так, хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Ага. Мне просто нужно знать. Все в порядке, Вера. Вранье, я знаю, что Джордж от меня что-то скрывает. Я больна, Эвелина, но не глупа. Я ведь права, да? Я не знаю, что ответить. Думаю, он просто не уверен. Это радиация. Возможно. Тогда почему он это скрывает? Зачем? Я лечусь, правильно? Что еще можно сделать? Почему он не говорит? В последнее время Джордж замотался, но, возможно, он попросту не хочет никого нервировать. Но они должны быть расстроены. Они построили это место за шесть недель. Шесть недель! Как вообще можно верить в то, что здесь безопасно? Наверняка где-то есть утечка. Мистер Бишоп говорит, что я знаю, что он говорит. Он просто не хочет паники. У глупой старой Веры очередное головокружение. Кхе-кхе-кхе. Возгляни, возгляни сюда. Еще больше крови. Я не дура? Нет, не дура. И дело не только во мне, Маргарет. Если есть утечка, это касается всех нас и Джона, конечно. Понятно. В общем, мягко говоря, убежище пошло по пирожку. И, соответственно, власть имущие все это скрывали, заминали для того, чтобы не сеять панику и не начался хаос. Давайте пройдем дальше. Это стандартное, конечно, развитие событий, в принципе. Все нам это было уже понятно и известно. Но впереди нас ждут, я уверен, самые интересные сюжетные повороты. Так, можно войти туда, хорошо. А тут что-нибудь есть? Давайте проверим. Ох, сколько барахла разного. Но ничего мы взять не можем. Здесь что-то написано, но... Взять мы... Ничего... Не можем. Ладненько. Давай второй открой. Ясно, пластинки нам-то тоже не нужно. Как всегда, барахло бесполезное. Ага. Так, я надеюсь, он как-то это сам и сделает, и нам не придется что-нибудь там решать. Так, ага. Ну, хорошо, давай. Эхэ. У него примерно такое же лицо, как у ветку. Эээ. Ээ, как бы, эээ. Хорошо, давайте проверим предохранители. Сначала я должен отключить питание. Да ладно тебе, чё ты? Питание отключить. Ну-ка, атак. Отключить питание. Да ладно, говорю, давай, чё ты? А вот и повреждённый предохранитель. А, то есть всё. Окей, хорошо, мы определили. Отлично, но мы здесь ничего больше сделать не можем. А, во. Что это такое? Найти запасной предохранитель. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, знаю. Так, ладненько, выходим-то отсюда. Вот. А вот и запасной. Ну, теперь-то мы нашли. Так, выключили, боже мой. Блин, это... Заменить повреждённый предохранитель. Это... Сейчас выключение электроэнергии было очень стрёмным. Стоит заметить. Включить питание. Да, потом проверить всё заново. Давай. Блин, как же ему не по себе-то. Так, а включить питание? Ну и теперь вернуться, насколько я помню. Нам нужно вернуться и снова проверить всё на том устройстве. У меня плохое предчувствие. Ой, вот только не надо, бро! За нами как будто кто-то наблюдает. То есть, мне кажется, вот этот вот ход, как бы наблюдение из камер, а не как мы идём, по лестнице нам показывают. Ну, как будто подсказ, как будто кто-то за нами наблюдает. Может быть здесь есть ещё кто-то? Какой-нибудь маньяк. Пусть всё будет в порядке, пусть всё будет в порядке. А, тут... Да, тут же матери нашей не должно быть. Ой, я подумал, что моя мать встала и ушла. Ладно, слава богу, это не так. Проверка системы, норм, 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 норм. Фильтрация воздуха теперь. Что же делать? Внимание, обнаружена неисправность. Внимание, радиация, вход. О, боже мой. Мне нужно найти РБХ костюм. Но его здесь нет. Или это он? У меня нет РБХ костюма. Так, ребят, что-то нехорошее надвигается. Чего, чего он сказал на этаже четы... Чего? Он сказал, что-то там четыре, по-моему, да? Этаж четвёртый, может быть? Пошли. Или уровень четвёртый. Сейчас проверим в любом случае. Он сказал, у него нет РБХ костюма. Наверняка он имел в виду, что его нет совсем. На его территории. Я должен спуститься. Я должен спуститься. Блин, офигеть. Так, это третий уровень. А, нам сюда, хорошо. Уровень триви. Так, давай врубать. Командный пункт. Командный пункт. Вот эти человечков использовали на своей карте. Удобнее и нагляднее. Мистер Черчилль. Такая честь, сэр. Что ж, выкладывай. Что ты хотел мне вчера сказать? У них нет шансов. Я не знаю. Это не радиация. Вода чистая. Воздух чист. В еде тоже нет. Но симптомы... Я не могу отделаться от ощущения, что кто-то что-то раскрывает. Черт возьми, Джордж, у нас нет времени для твоих сказок. Твои теории должны основываться на фактах. Нам неизвестно, откуда это идет или как происходит распространение. У нас нет ни возбудителя, ни лекарства. Нет никаких средств для борьбы. Помощи ждать неоткуда. Кавалерия не прискачет. Мы сами по себе. Так что соберись и придумай, что делать. Понял? Что это было? Система охлаждения. Прошу прощения, мистер Бишоп. Я просто весь на нервах. Здесь полно призраков. Господи. Какие-то у них были симптомы здесь, неизвестные. Не связанные с радиацией. Солдат, мой храбрейший боец, зовут его Рокки. Я крал эти блоки, чтобы потом сделать из них солдатиков. Ага, понятно, то же самое говорит. О, боже, так, понятно. Так, можем пройти туда, можем взглянуть на это, ну-ка. Нам совершенно неизвестен уровень загрязнений. Мы можем рассчитывать вероятный объем радиоактивных осадков и их эффект, но у нас нет никакой модели расчета распространения сибирской язвы или влияния, оказываемого на... кого-то. Согласно докладам АЭС, в Оксфорде сибирская язва использовалась во время третьей волны. Оба из поражений неизвестны. Не можем же мы подняться на поверхность, чтобы провести необходимые тесты. Даже число погибших неизвестно. Сибирская язва? Вот это угар. Смотрите. Хаунслоу. Здесь почти 11 тысяч. Признаны погибшими. Признаны погибшими аэропорт. 4 тысячи погибшие. Погибшие 6 тысяч. Ожидание отчета. Разные районы. Охренеть. Так, ладно. Пойдем дальше. Так. Сюда, сюда. Давайте сюда. Закрытая. А. Ясно. Сама потом откроется. Когда мы кое-что сделаем. Ух, нихера не видно. Опа. Что? Что? У него, вы видели у него воспоминания? В этом костюме кто-то топором махал или что-то такое? Правила техники безопасности при обращении с РБХ костюмом. Защита от радиоактивных, биологических и химических веществ. В случае утечки радиации необходимы следующие предметы защиты. Список. Защитная одежда. Костюм РБХ, отвечающий стандарту НАПСа 1984 года. Защитные перчатки, сапоги, капюшон. Средства защиты органов дыхания, противогаз, дыхательный аппарат, очистки воздуха, респираторы. Средства обнаружения радиоактивного излучения, счетчик Гейгера. Модель такая-то на батарейках. Уровень защиты. Высокий уровень защиты органов дыхания, кожи, глаз от твердых, жидких, атомных и газообразных веществ. Перед использованием убедитесь в целостности костюма перед выходом в загрязненную зону. Проверьте все молнии и застежки. Ну-ка, а тут что? Ага, счетчик, понятно. Это взяли, берем костюм. Давай, напяливай. Ну и вроде бы все, давайте выйдем. Так, точно все? Давайте еще раз войдем. Я подумал, вдруг я что-нибудь там пропустил. Нам, по идее, надо сейчас вернуться, да? Да, точно ничего, ничего нет. Все окей, хорошо, возвращаемся. Какой долгий день у него, у этого парня. Охереть! Он что-то видел? Какого-то убийцу? Так, ладненько, идем вниз. Короче, в бункере орудовал какой-то маньяк. Уровень 4. Который в итоге всех порубил. Ну, не всех, ну не всех. Почему-то не порубил его мать и его. Помните, я сказала, что, может быть, мать как-то убила всех в бункере, чтобы ее сын, типа, жил, и ей хватило еды. Может быть, это мать топором всех зарубила. Но, с другой стороны, как она, ну, как она могла зарубить всех? Так, понятненько. Все выглядит очень сложно. Ну-ка, что тут у нас? Ничего себе. А, вот. Давайте документы почитаем. Проверка блока фильтрации воздуха. Чем ожидалось изначально. Фрэнк обещал поговорить с Бишопом о наших запасах и действиях в долгосрочной перспективе. Подписано Пиджей. 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 Так, хорошо. Обнаружена критическая неисправность. Главная система фильтрации воздуха. Главная система фильтрации воздуха. Статус активно. Эффективность фильтра 71%. Чем надо клада, да, давление снизить. Хорошо. Ну-ка. Нажал Enter. Включилось. Выжал Enter. Выключилось. Так, а тут что? Опа. Механик. Исправляет неполадки внизу, где страшно. Мы почти все игрушки нашли, осталось три. Отчет о происшествии. Автора Фэй Херли. Начали проверку запасной системы фильтрации. Слишком высокий уровень радиации на выходе. Более 500 БР. Дела совсем плохи. Думал, этот фильтр сломан. Попробовал другой результат. Тот же. Пожертвовал Гейгером. Привязал кудочки и поместил в корпус бывший нижний воздухотвод. Засорен зараженными отходами. Бог знает, как они туда попали. Возможно, это какие-то волосы или же фильтр просто не справляют. Он является с более высоким уровнем загрязнения, чем мы предполагали. И все это очень плохо. Его нужно разбирать, чистить, герметизировать и обеззараживать. Иначе все усилия будут напрасны. Систему фильтрации необходимо заменить. Я не знаю, как это сделать. У нас нет подходящего для этого места. Бишоп только пожимает плечами. Тише, Фрэнк. Ты только зря пугаешь людей. Че зэ хэ. Что еще он скрывает от всех нас? Че за хуйня, видимо? Окей. Понятное дело, что он скрывает. Что все катится в жопу. Вот, что он скрывает. Может быть, даже наоборот, готовит себе пути отступления. И не хочет, чтобы кто-то нервничал. И чтобы у него было больше шансов, так сказать, сдриснуть со всего этого дерьма. Нужно перекрыть подачу пара. Блин, очень забавно актер играл, что не может пройти. Ха-ха, забавно было. Так, хорошо. Ну-ка. Где тут вентиль-то? Так, сюда можно. Что еще? Ага, вот он. Да ладно, сил что-ли не хватает. О, надо самим потрудиться. Ну, отлично. Так, ну вроде бы все в порядке. Так, вот тут, правда, можно с лестницей что-то сделать. Вот так вот, я не сделал. Теперь нужно сменить... А, я то есть взял, нажал сюда и пропустил момент с использованием лестницы, как бы, отдельно. Ясно? Так, хорошо. Давай сюда. Так, все, могу использовать. Ну. Так, ага, да, появилась. Тут, тут, тут. Ну-ка, вот это что такое? Ничего. Просто херня какая-то, да? Ладно. А ну-ка. А что ж нихрена? Ладно. Ага, вот, хоть что-то. Опаньки. Да-да-да, зашкаливает. Вот этот похож вообще на неисправный. Вот этот вот. Я взял этот. Это, типа, он черный? Ну-ка. А, окей. Он разбирается, какой чистый, какой нет. Ладно. Он прям торчит, что-то сзади у него. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да-а-а-а-а-а. Дырочек очень много. Вот здесь получается фильтр, да? Сначала нужно избавиться от поврежденного фильтра. Запасные фильтры. Окей. 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 Вот сюда, видимо, отходы. Теперь берем новый фильтр. Давайте вставим его. О, боже мой. Я как пристал... Блин, если бы я все это делал, я реально охренел бы. Как же это... О, жесть. Все, да? Ну, вроде бы да. Сейчас придем, и еще одна проблема какая-то появится. С водой или еще чем-нибудь, не знаю. Там придем, а вся еда съедена. Нужно снова открыть вентиль. Хорошо, давай откроем вентиль. А, теперь мне надо... Ага, вот теперь надо залезть по лестнице отдельно. Сейчас ломается лестница, и мы ломаем шею. Вот это будет волна и отстой. Ой, ну конечно, ну! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да серьезно? Ой, вынужден признать, это глуповато. Как-то... Ой, серьезно что ли? Ой, прям лестница так ходила, а мы такие тупые, прям... Ой, ладно. Теперь мы дело натворили из-за нашего... Из-за нашего падения. Он придет! Что? У него воспоминания, связанные с человеком в таком же костюме. А, нет, это не мать. Мать, видите, она тоже... В его воспоминаниях тоже убегала. Он убегал, мать убегала. Значит, это не она была. Ну, это было бы глупо, если бы она смогла зарубить всех. Так, а мы, видимо, сломали руку или... Что-то типа того. Нахренеть! Блин, как же ему херово, как же ему больно! Блин, как он ее сейчас будет сам себе чинить! Ох, я, честно говоря, представляю эту боль и... О, мне даже не по себе. Не, ну, в принципе, игра достаточно атмосферная. Вот, ну, серьезно, она погружает, погружает тебя. Единственные вот нюансы, это... Некоторые глупые моменты, конечно, есть тут. Которые немного разрушают все, но... Что там? Ну-ка... Ох, да, по-моему, открытый... Ох, да, по-моему, открытый... Бля-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А- Жесть. Ой, жесть. Вау, хо-хо-хо-хо. Количество лейкоцитов в её крови не могло... ...не могло ещё вчера так низко упасть. О, господи, я не понимаю. И ей не становится лучше. Кровотечение, рвота диарепи, печёночная недостаточность. Это не может быть лучевой болезнью. Посмотри на результаты. Конечно же, может. Видимо, Бонгер пропускает радиацию, как решетон, и его... Никто ведь не думал, что и правда будет война. Да, Бишоп сказал, что здесь мы будем в безопасности, но, откровенно говоря, Джордж, ты ему веришь? Извини. Ничего, мы все здесь на взводе. Маргарет. А где Линдана Баймась? На верхней полке слева вы и с Эвелин брали её для миссис Харрисон. Да-да, но ещё в понедельник тут стояло два закрытых пузырька. Нам нужно следить за запасами медикаментов, нельзя так. В чём дело? Ни в чём. О, Боже. Он не смог, что ли? Ёб-то мать. Ой, мать твою. Так. Вот, что нам нужно. Линдан, эээ, гексыло-хлоран предназначен для местного лечения педикулёза и чесотки у пациентов, которым, которым либо недостаточно предписанных доз других лекарств, либо он и вызывает побочные эффекты. Не наносить данный препарат на лицо, глаза, нос и губы. При попадании препарата на лицо нужно немедленно смыть его водой. При случайном употреблении линдана внутрь, или же постоянном наличии раздражения, обратитесь к врачу. Не наносить на открытые раны. Это может привести к избыточному всасыванию препарата в организм, что очень опасно для здоровья. Хранить при комнатной температуре, вдали от влаги и нагревательных приборов. Ясно. Ох, мать твою, блядь. Так, тут, ну, ну, а, ясно. О, боже мой. Блин, мне, мне прям очень не по себе, боже. Вот эта открытая кость, его мучения, он один и что-то делает, охренеть. Друзья, берегите кости, пейте молоко, там все такое. Да что такое еще? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Карта, видите, радиационной опасности. Все пошло в жопу, предупреждение. Главная система фильтрации воздуха отключена. Запасная система уровня радиации повышается немедленно, покиньте бункер. То есть там огромное количество радиации, и все же, да, на поверхности осталось. Радиация. Может, он сейчас что будет, пытаться исправить это, или? Просто он не взял костюм, туда можно было, в принципе, и с больной рукой залезть, поэтому. Собирается покинуть бункер? Ого! Держи своих долбаных, Джон! Как ты сюда попал? Ты должен сидеть в своей комнате, если бы не эта дверь, то мы бы... Я просто исследовал бункер! Джон! Я хочу, чтобы эту дверь немедленно запечатали! Ради всего святого, Маргарет! Скажи своему паршивцу, не выходите из комнаты, иначе он своими исследованиями всех нас убьет! Немедленно запечатайте дверь! Они становились какими-то бешеными, эти люди! Это явно ненормальное поведение, он хотел сбежать! Друзья, ну и тут мы, наверное, с вами остановимся, игра реально стала интересной! Вот со второй серии просто офигительно! Особенно под конец второй серии! Надеюсь, вы, как и я, ждете продолжения! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! У нас есть много чего интересного в описании под видео! Поэтому давайте чекайте и переходите! С вами был Сергей Халье! Не хворайте, не болейте! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok